Как я проявляю себя в обществе, как я отыгрываю свои роли, своих персонажей, что я с ними делаю. Насколько это уместно, неуместно. Хорошо отыграл, нехорошо. Если роль хорошо отыграна, эго получает бонус. Понимаете, да? Если уникальное «я» осознанно, наступает черед духовности. И наоборот, это постоянно какой-то такой процесс. И где-то здесь находится баланс. Ой, ребят, так, что-то хорошее напоминание выключите. Спасибо. И где-то там находится в центре баланс. То есть человек в зависимости от ситуации смещён, если брать вот эти две пересекающиеся прямые, смещён куда-то. Но всё равно фактически наше всё стремление – это сбалансировать своё существо. Мне хочется с вами ещё поговорить о таких обстоятельствах жизненных, которые обычно сопровождают кризис, вот то, что называется кризис идентичности. Давайте я предлагаю совместно пособирать это. Вот какие признаки кризиса вы можете назвать по своему личному опыту? Страх. Страх как внутреннее состояние, да? Всё пропало. Всё пропало. Будет плохо. Всё пропало. Ещё. Ничего не получится. Страх будущего. Всё пропало. Страх будущего. Ну давайте страх чего бы то ни было. Страх прошлого, страх будущего, страх настоящего, страх других людей, животных, насекомых. Депрессивные какие-то состояния. Паника. Паника. Ну тоже, это по-моему, всё дальше. Всё пропало, нет? Хорошо, давайте напишем панику. Но мы сейчас говорим о внутренних каких-то состояниях. Я предлагаю вам обратить свой взор на то, что происходит снаружи. Что начинает происходить с человеком, когда он в кризисе? С минимум у нас. Ага, какие-то физиологические проявления есть, да? Человек заболевает или там... Соматика какая-то. Что ещё происходит? Что с другими людьми происходит? Ну, понимание. Бесят. Бесят, непонимание, да. Возникает либо отчуждение очень сильно от других людей, да? Как это замыкание в свою капсулку. Ощущение. И пожелание поплакаться. 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 То есть, очень много разных реакций. Но, действительно, нарушаются связи с любимыми людьми. И тут, либо человек сразу отправляется к свою пустыню, да? Отчуждается, там сидит и не высовывается, потому что страшно, больно и неприятно с ними общаться. Но общество как будто бы специально знает, где он находится, и начинает его атаковать. Ты это делаешь неправильно, тебе не надо так жить, тебе нужно жить иначе, и так далее, и так далее, и так далее. Возникает борьба. Возникает борьба. Человек же защищается, ему же мир атакует. Обычно возникает борьба. Что еще происходит из такого, из социального, скажите? Не хочется идти по неверкам на работу. Наконец, не хочется идти как на работу. Нет, это мы не хочется туда идти. Мне, например, не хочется идти по неверкам на работу. Хочется сменить круг окружающих. Очень много предложений странных от окружающих. Хочется идти в какой-то капсулу. Но мы о капсулу не поговорили. Вот здесь вот она, эта капсула и находится. Человек диссоциирован от общения как-то. Он старается погрузиться в себя. Вот Сережа предлагает еще такое замечание. Начинает... Мало того, что мир атакует вас в этот момент, он еще и делает странные предложения. Либо расширяется круг обязанностей. Круг обязанностей, да, давление какое-то увеличивается. Странные предложения. Многое ситуации попадаешь, с которыми очень много. Встречаете старых знакомых из позапрошлых жизней? Есть такие? Или они сами? Они, конечно, сами, да. Мы их не зовем. Они вдруг приходят и начинают дойти целыми табунами. И такие встречи, которые, допустим, несколько лет могли, да, не происходить совершенно, вдруг они начинают случаться одно за другой. Замечали? Есть еще такой момент. Как человек взаимодействует с окружающими предметами? Обычно в кризисе что происходит? Скажите, все пьется. Все пьется из рук. Да. Весь в пятнах, грязные брюки в крошках, все руки. Или как там, наоборот. Грязные руки в крошках, все брюки. То есть человек начинает деструктивное поведение какое-то, бессознательное. Почему? Он начинает разрушать эту действительность. Это окружение уже недостаточно для него. Хотя, на самом деле, фишка в чем? Он не начал с себя. И когда начинается вот такая штука, как оксоматика, когда уже сопли, уже там поломал ногу, порезался, или там, не дай бог, еще что посерьезнее, да, то это уже говорит о том, что Путет давно пропустил свой кризис. Уже была эта стагнация. Он пытался себя развлекать, наверное, как-то. Он, наверное, не обращал внимания на свои собственные сигналы. И, наконец, пришло то время, когда тело дало самый большой сигнал. Help. SOS. Давай, делай что-нибудь. Вот, наверное, для того, чтобы не доводить до совсем каких-то критичных моментов, я считаю, это не только мастер-класс. Для того, чтобы как-то пережить, пересмотреть те вещи, которые с нами происходят снаружи и изнутри. Отчего нас перехватывает дыхание? Замечали, как вы дышите, когда какая-то критичная ситуация? Когда встречаете неприятного человека знакомого? Или когда и опять эта ситуация? Или что происходит с дыханием? Ну, что-то происходит, оно либо вообще замирает, есть такой момент. И вот то, от чего перехватывает дыхание, мы с этим и будем сегодня, в общем-то, работать. Будем еще раз ловить своих демонов, сразу говорю. Не то, чтобы там совсем изгонять их, будем с ними дружить, учиться. Будем как-то их использовать. Хорошо. Но для того, чтобы отправиться в это путешествие, нужно заполучить некое базовое состояние. Нужно заполучить доступ к тому нашему самому центру. Не знаю, что это, там, стержень, ядро. Могу сказать, может быть, и наблюдатель это. Я не знаю, как вы его называете. Но это то состояние, которое будет отправной точкой, из которого мы будем смотреть на все вещи, которые будем... На наши травматичные вещи и кризисные ситуации. Готовы? Я предлагаю вам сейчас всем отложить листики, ручки, сумочки, сесть удобно, не перекрещивать руками. И подумать о том, что у вас есть совершенно замечательный дар, как у живых существ. Этот дар называется «Внимание». Это же не осознание, не мысль, не мышление, не эмоция. Именно внимание. Именно то, на что вы можете его направить. Внимание такая штука, можно направить его на какую-то ситуацию и рассматривать ее бесконечно. Можно направить на какую-то часть тела. А можно направить ее, наверное, на то, чтобы поискать свой центр. Вот этим мы сейчас и займемся. Пожалуйста, отправьте свое внимание вниз по вашему телу, к вашим ступням. На поверхности ваших ступней есть целое вселенное ощущение. Она там всегда была и всегда будет. Просто вы никогда не обращали на это внимание. Или обращали на ваше внимание в спецзал. Я хочу, чтобы сейчас вы почувствовали ваши ступни и сосредоточились только на этих ощущениях. Во многих восточных практиках считается, что через ступни нам поступает энергия Земли. Та самая энергия, которая дает нам возможность твердо стоять на ногах. Которая дает нам возможность всегда быть на своем месте. Всегда точно знать, что, что бы ни происходило во внешнем мире, наши ступни получают поддержку. И я попрошу вас представить, что действительно некий поток идет в ваше тело через ваши ступни. Наполняя снизу все, все ваше тело энергией поддержки. Отлично. Это энергия поддержки. Алло. Нет. Угу. И продолжая ощущать это чувство, обратите внимание, как эта энергия, энергия поддержки, достигает ваших коленей и ваших бедер. в теле огромное, огромное количество ощущений. Что происходит с вашим телом, когда снизу начинает поступать это энергией поддержки. Это энергия поддержки. И в какой-то момент переместите свое внимание в центр своего живота, чуть ниже пупка. где-то внутри вас есть этот центр, который отвечает за ваше пребывание здесь и сейчас полностью. И пока ваше внимание там, обратите другую часть вашего внимания на ваше дыхание. Что происходит с ним? Мысли могут уходить и приходить. Эмоции могут уходить и приходить, а не только в прошлом, а только в будущем. И только ваше дыхание – это ваше настоящее. Я попрошу направить ваше дыхание в этот центр внутри вас. Представьте себе, что вы дышите именно туда. Это ваше присутствие. Вы прямо здесь и сейчас. Иногда очень приятно позволить своему телу просто пребывать. Замечая свое дыхание и ощущая этот центр. Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что еще выше в вашем теле, где-то в области сердца, в области груди, находится еще один центр. Ощутите его. Пусть ваше внимание будет там. Те, кто занимался йогой, они знают, что это сердечная чакра. В данном случае не важно, как это называется. Подышите в этот центр. Сердце – это то, что связывает нас с другими людьми. И в то же время этот центр – это то, насколько мы близки к себе, к себе внутреннему. И поднимайте ваше внимание выше, по вашему телу. И отправляйте его в области между бровями. И еще один центр. Тот центр, который отвечает за осознание. «Представьте себе, что вы дышите в этот центр. Вы вдыхаете, и ваше дыхание скользит прямо в ту область. Угу. Это позволяет вам расслабляться. Еще больше. А теперь, находясь внутри себя, заметьте, находятся ли эти три центра? Нижний, средний и верхний на одной линии. Они должны находиться на одной линии, вертикальной. Есть такое выражение, которое посленно указывает на эти три центра. Настроиться. Состроить. Это говорит о том, что все они вместе. И удерживая эту ось, на которой находятся все три центра, я прошу вас попутно просканировать свое тело. И, если где-то мышечное зажимое. Угу. Не обязательно с ним что-то делать. Просто заметьте. Вот здесь зажим. И пусть ваше внимание идет дальше. Просто отметьте про себя. И в какой-то момент отправляйте ваше дыхание в те места, где вы чувствуете мышечный зажим. Подышите. Подышите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...